В Беларуси продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год». В рамках комплекса мероприятий детям и взрослым напоминают, как встретить 2020-й без происшествий. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова присоединилась к акции и узнала, как безопасно провести праздники. Одно из самых опасных развлечений в новогодние выходные – это фейерверки и петарды. Их использование нарушением закона не является. Однако это касается лишь тех случаев, когда оно происходит в соответствии с техникой безопасности и не представляет угрозы для людей. При пользовании пиротехники строгое выполнение инструкции – обязательное требование. Необходимо жестко закрепить конструкцию пиротехнического изделия и в соответствии с инструкцией уже пробовать приводить в действие. Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае в течение 20 минут к нему не подходить и повторно категорически запрещено поджигать это изделие. Людям, которым хочется пострелять, необходимо помнить несколько элементарных правил безопасности. Использование пиротехники допускается только в установленных для этого цели местах. С исключением вероятности причинения вреда окружающим, а также вероятности попадания шальных петард в строение граждан. Уже есть примеры, когда один подросток в Гомеле использовал петарду в подъезде дома, а другой прямо из окна своей квартиры выбрасывал зажженные петарды на улицу, прямо на головы идущих мимо людей. По этим фактам проведены проверки и нарушительно привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин. К чему может привести неправильное использование петард, сотрудники областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям демонстрируют на манекене, которому журналисты дали прозвище Кеша. Согласно с программой эксперимента, первая петарда находится у Кеши в руке. Твердая пластмасса, из которой сделан манекен взрыва петарды, не выдерживает. Пальцы Кеши отлетают на расстоянии до 15 метров. Примерно такой результат будет и при использовании петарды человеком. Еще один эксперимент – петарда взрывается в капюшоне куртки, в которую одет Кеша. Увиденное также впечатляет – одежда горита на спине манекена рана, которая для человека может означать тяжелую травму позвоночника. В этом году при использовании пиротехники в Беларуси уже пострадали 34 человека. 11 из которых – дети. В результате эксперимента манекен Кеши остался без пальцев с поврежденными волосами и большими повреждениями на спине. В реальной жизни человек с такими травмами останется как минимум инвалидом. В Гомеле реализация пиротехники на протяжении всего года занимается менее пяти предпринимателей. В канун праздника число продавцов может увеличиваться вдвое. Нарушать требования, которые предъявляются к реализации пиротехники, продавцы обычно не рискуют. Штрафы высоки. В магазинах, подобных этому, товар всегда сертифицирован. Вся продукция у нас закупается только на законных основаниях, вся по накладным, сертификаты качества, лабораторные испытания, протоколы испытаний. Вместе с тем, даже официально купленные петарды могут представлять угрозу для здоровья. Медики отмечают, что в новогодние каникулы люди чаще попадают в медучреждения. Одни из причин – термические ожоги глаз, рваные раны лица и рук, закрытые черепно-мозговые травмы. Основным фактором травматическим в период Нового года, праздников новогодних, являются, естественно, петарды, фейерверки и тому подобные пиротехнические изделия. Чаще всего, естественно, страдают дети. Дети наиболее восприимчивы к травме. Обязательно следите за тем, что дети ваши покупают, с чем играют и с кем играют. По поводу оказания первой помощи. Дети обязательно должны быть прикрыты шарфом или шапкой и находиться на расстоянии 5 метров от взрываемой петарды. Если вдруг попал осколок или пламя в лицо, необходимо закрыть пораженный участок тела и ни в коем случае не пытаться отрывать одежду, если она прилипла. При ожоге нужно промыть кожу холодной водой. Затем обязательно вызвать скорую. Около двух лет назад пострадал ребенок отрывной перелом пятого пальца кисти и, естественно, соответственно, формировалась кольтя. Ну и ребенок, скажем так, остался без пальца. В прошлом году пострадала женщина от пиротехнических изделий, от фейерверка. Она стояла рядом и, скажем так, не в том направлении полетел снаряд и попал ей в шею. Благо, осталось все, скажем так, не совсем серьезно. Были ожоги второй степени. Новый год не только одно из самых пожароопасных мероприятий. В это время фиксируется увеличение обращений к правоохранителям. Поэтому личный состав Гомельщины переходит на усиленный режим работы, в том числе и во время проведения праздников. А места с наибольшей концентрацией людей ограничат турникетами. Пропуск на территорию будет проходить через досмотр. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничат приход лиц в состоянии алкогольного опьянения. Однако в охраняемых местах происшествия это, скорее, исключение из правил. Другое дело – дворы многоэтажек и улиц частного сектора, где взрывателей нет личный выбор каждого человека. Главное, чтобы запуск фейерверков был безопасен и продуман до мелочей. Вероника Гомзюкова, Валерий Гопанько. Специально для программы «Де Факто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова